Не исключая сказанного, ни в коем случае не исключая сказанного, я лишь добавлю специи. I will not... I accept my heart from Shilakurdeh, but I want to add some spices. Погорячее, домодарушка, специи, погорячее. Рады, рады. Свами не всегда пылает страстным желанием. Но она пылает его страстным желанием. Я извиняюсь, тут немножко это раздает Прасад. И Дамадар Prabhu is telling, and this flame of passion desire is actually Krishna's passion desire. Правильно? С страстным желанием Мохана. Да, он хочет наслаждаться разными вкусами, и Радыка знает, чего он хочет. Because she is the energy of Krishna. Поскольку она его энергия. They are one soul, two bodies. Потому что они одна душа в двух образах. They know everything, what Krishna like, Radhika knows. And what Radhika like, Krishna knows. И они знают о друг друге всё. Radhika знает, что Кришне не нравится. А Кришна знает, что Radhiki нравится. One soul, two bodies. Да, одна душа, два тела. Дамадарджи, продолжай. И Radhika больно из-за того, что Кришна не может получить то, что желает. Потому что она чувствует, что он жаждет. Она чувствует эту жажду. Radhika feeling pain because she knows what he wants and could not receive it. She feels pain in this moment. Да. Да. Руда говорит, да, на русском. Никто не может ему это дать. Поэтому она ему это даёт. Её не беспокоит вообще ничто. Никакие рамки. Ты даже не можешь описать, насколько сильно она его любит. Рада-Чиран. Рада-Чиран, это получается, что это главная, да, вот то, что сказал Камадар, самополагающая причина, единственная причина, да, она печалится или гневается, что она не может отдать ему. Она не может отдать свою любовь, да, не наполнить его, не утопить. Да? Правильно я понял? Рады, рады. Сейчас Гурдев посмотришь. Он сейчас говорит. Уступим. Есть некорроте, потекающий пастор. Потому что Гурдев думает о служении, а сейчас пройдёт ещё одна программа с испанским брёхом. Да, потому что другие не могут понять его сердце, его желание, только она понимает полностью. Да, даже сам Кришна не может понять себя до конца, чего же он хочет, она понимает его лучше. Чему он для себя? Продолжение следует... Т… Продолжение следует... Да? Да. да вот второй вопрос у меня можно я задам без очереди там одарушка прости я и тебе вопрос вот когда мы знаем чтобы было после гнева да после этих препятствий все равно будет свидание куда будет встреча будет соединение рада и говинда да рада мог на и вот они входят они живой войдут в пранаю да вот это состояние о чем уже говорю где они одно где они одна душа и вот если разница входа вот радхи и говинды в это состояние в пранаю в гневной когда гневная радхи или когда она благополучная значит такая благополучная я понял хорошо рада говинда is asking is some difference how i live in war come coming to pranay stage from manable peaceful way Вы знаете, что значит праная? Да, это вопрос тебе, Радагарина. Что такое праная? Ты задал вопрос, как они ходят праная и что значит праная для тебя? Там, где они одно, здесь во внешнем адеквате, когда они разделены на двои, они как бы стремятся друг к другу, а там нет препятствий, представляешь, вот где они одно, там есть момент у Рагунатхи, где Кришна идет с Радхикой и Кришна говорит Радхике, Миленькая, ты не знаешь, что мы, говорит, мы два сердца, один втуг, мы два тела, но одна душа, и вот для меня, как я понимаю, праная это вот та скучность, где они вдвоем, где вот вообще, ну, мне интересно, что это мнение? Рады, Рады. Как они? Рады, Говин, I gave answer. В связи с праздником, в том, что началось Чанданьяк, вредные приносят много всяких продуктов, продукты благословляют, не знаю, что... Мадар, вот еще можешь добавить, да, вот ты будешь переводить меня, и добавь, что вот эти два океана... Я еще это не перевел, подожди. Я сейчас забуду, Рады, Говин, да, ценности, которые ты выложил. Рады, Говин, да, ценности, которые ты выложил. Они не думают, они действуют, как одно целое. Играют, как одно целое. Это праная. Играют, как молитвы, да, ценности. Играют, как-то, он добавил еще что-то, он говорил, что это означает, что мы сердце бьет на то же ритм. Да, ну, Мандири и сердца Бьет на то же ритме, и в то же ритме, и в то же ритме мы видим, что Рады, Рани. То есть, когда сердца манджари бьются одновременно с сердцем в Шиматерадике, это манджари бава. Они играют. В кунжи, не снаружи. Снаружи кунжи у них есть игра праная. И внутри кунжи есть игра, в этом состоянии праная. Когда они играют, когда у них водные игры, в водах Ямуны, там тоже праная, состояние праная. Когда они катаются на качелях, все их игры, все состояние праная. Они постоянно праная. Они не думают, они не думают, они просто действуют, играют. Просто действуют. Радочаран, тогда логичный вопрос. Получается, что они вообще, да, это и есть их единственное состояние, да, что они вместе. Даже если они разделены телами, да, то они в уме. Если они спят в разных, да, то они во сне вместе. То есть они всегда в праная. Радочаран. Когда они играют, это праная. Вместе. Когда Манжари видят это, это праная. Я перевел слова, извините, я не все понимаю. Люди еще поймете. Да, Матарушка, теперь ты, да, родной, ответь. Вот, да, добавь своей, да, своего нектара в эту картину. Это опять же становится。 Теперь он опять подвесил Мадапо. Достанет ему более, что Бахар. Бахар. Он опять подвесил Мадапо. Он опять подвесил Мадапо. Он еще подвесил, что Бахар. Он еще обратный. Мадапо. Вы должны see. Это нужно увидеть в Лиле, самому увидеть в Лиле, как они обмениваются любовью с самичувствами. Сегодня мы читали, и там было слово, Анандас Бабаджи, использовав слово Асмара, что означает то память, которое само приходит на ум, само, без усилий. То, что приходит на мою ум, там я и буду, там, где мой ум, о чем я думаю, о чем я помню. Куда отправляется ум, там я и буду. Есть два типа Асмарана, когда я оказываюсь там, где мой ум, например во сне. То, чем я занят днем, это приходит мне во сне. То, куда движется мой ум в бодрствовании, он туда пойдет во сне. То есть должен быть такой баланс в жизни, чтобы ум двигался к моему штадеву, чтобы он желал двигаться и двигался к штадеву. Вот это садхана бхакти. То есть садхана бхакти это такие действия, которые привели к тому, что ум всегда движется к штадеве. Затем, когда ум движется к штадеве, то это должно превратиться в дьяну, медитацию созерцания. Это называется медитация. Вы понимаете? Это понятно? Радагавиджи, ответ, чтобы Радагавиджи понятен? И Ананта Баба в комментарии объясняет этот термин на примере Шингара Шримати Радаги. То есть, когда медитация становится настолько подробной, что это означает, что не отклоняется от объекта любви, от объекта природы настолько, что медитация становится очень подробной. Это друва, потому что друва это звезда, полярная звезда, которая никогда не покидает свое положение навсегда в одном и том же месте. То есть, такова природа, то есть, что я остаюсь со своей Сварупой, то есть, Тхайбао, постоянство. Радагавиджи, тогда вопрос, смотри, вот в связи с вышесказанным, да, Гуру Деву, с Пранаей, вот когда они такие, да, вот как наши Гуру Деви на это смотрят, да, как мы должны реагировать, как мы должны чувствовать это, да, или вот к этому состоянию. Таким кратким, кратким, кратким опытам. До положения наших Гуру Деви, вот, Гуру Кинкари. Как они созерцают, что они чувствуют у нас созерцание Пранаи? Да, 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 да. Как это смотреть, как делают наши старши, как Руппа Манджери, Рагуна. Рады, рады. Сейчас. Швогурде, next question from this explanation, your explanation. What must be our behavior when we see Pranaya? What is our Acharya doing when they see in this Swarupa Pranaya of Radha and Moha? We are the Manjari, we are Radha Dasi. В своей сварупе мы Radha Dasi. They are Pranaya means play. А Pranaya means play. Like swimming play. Например, кататься на качелях. Как называется Джулан Ятра. Как называется Джулан Ятра. Или игра в водах Ямуны. Или игра в водах Ямуны. Или игра в Кунжа. Манджери has only one meditation in Radhika that she always win. That game. И медитация Манджари, то есть наши хачари в образах Манджари. Они сами медитируют на то. Они следят за тем, чтобы Шамати Радика всегда выиграла. В Камагайтре 24,5. И моя реализация – объяснение этого. Двенадцать слогов – это Radha. Двенадцать слогов – Кришна. И половинка слога – это Манджари. Таким образом, в биджа-мантре клин есть и Кришна, и Радха, и Манджари. Что означает биджа-мантра? Сеид. Сеид. Биджа – seed. Означает семя. Я рад вас видеть, Матхави. Включайте камеру, да, не сидите под почтой. Рады, рады. Да, Бандарушка, походу Индия, что-то выпала связь, да? Скажи, ты два слова еще. Я на волне, я у меня пока... Он, Городев, сейчас говорил о своем чувственном присутствии внутри. Да, да. То есть не через понятие, движение не через понятие, не через интеллект, а через прямое сопереживание. Он рекомендует именно сюда идти, вот сюда, в прямое сопереживание. Умом это не понять. Разум не способен это понять. Даже чистое сознание способно это понять. В чистом сознании ты не способен это понять. Только в сопереживании, в чувственном сопереживании, ты можешь прикоснуться к этой тайне. К этой тайне Пранайи, в которой участвует трое. Пранайя, в которой участвует трое. Всегда. Трое. То есть третье, это Манджели, да, Манджели. Да, Мандарушка, они там, я задал последний раз, вчера, ну, вопрос, вот к тебе, твое мнение, очень важно, для меня это ценно. Ну, как, ну, как это к Китере? Я не переговору, потому что Дамодар просто сказал. У нас отключилась связь, снова включилась, а в этот момент отключается микрофон. Я пытался вам говорить, и вы меня не слышите, что микрофон будет включить. Подождите. The Madhya Prabhu is explaining, but according to your explanation, it is no portion of intelligence. We couldn't understand it by intelligence. We couldn't understand it even by pure consciousness. It's only when we can't feel it. That's all. When we receive this experience, by myself. Many influencers, they will say, Kamagaitri, Kling is a Krishna Mantra. Во многих местах говорится, то есть написано, что Kling — это Krishna Mantra. Kamagaitri — это Krishna Mantra. It's right. And it's right. And it's right. Why? Why? So energy is not mentioned there. Energy is not mentioned there. And in energy service, Radhika service, in the manjari-swarupi. And we serve Radhika, то есть energy, in the manjari-swarupi. Dasi-swarupi. So why is half? Because it's not full. Because it's not full. Manjari is not full. Manjari is not full. So 24 and a half hours, our acharya says, because manjari will never be full. So 24 and a half hours, our acharya says, we have to be free. То есть жажда, manjari, служение, Radhika, бесконечно. Они никогда не будут утверены, никогда не будут наполнены. Они постоянно жаждут еще больше и больше служения. Поэтому эта жажда и есть половинка. Она никогда не может быть наполнена. Они 12 и 12. Но эта половинка, посмотрите, жаждущая, она с Radhika. Вот почему Radhika выигрывает, она сильнее Кришны. Для чего ты половинка? Нет, половинка. Потому что половинка приняла спорную Радхики. Из-за этого она выигрывает. Половинка не является нейтральной. Она на стороне Радхики, она в служении Радхики. Она, эта половинка, никогда не смотрит на Кришну независимо. Она видит Кришну, как Радхикиного Кришну. Они никогда не смотрят на Кришну в уединении. Они видят его вместе с Радхой. Потому что он принадлежит ей. И это и есть высшая раса. Городейв вдохновил меня сказать кое-что. In the last page of Bhagavad-gita, Prabhupada said, we become normal in the pleasure-giving potency. В самом конце, в самом последнем параграфе своей Bhagavad-gita написал, что мы, живые существа, можем стать нормальными, только находясь в энергии и наслаждении, приняв прибережье в энергии и наслаждении Кришны. So, in means we are surrounded by that. То есть, в означает, то есть, прин прибережье в означает, что мы окружены ею. We are not near or next to the pleasure-giving potency. We are in that, meaning left side, right side, above, under, all directions. I am surrounded. I am in this pleasure-giving potency. То есть, мы не рядом, не в шаге от нее, а она вокруг нас, со всех сторон, сверху, снизу, сбоку, со всех сторон. Как вода для рыбы. Вода окружает рыбу со всех сторон. Наживет в воде? То есть, как рыба не может видеть что-либо вне воды, так и манджари, не могут не видеть ничего, кроме шримати-радхарани. So, and also Krishna come in the control of pleasure-giving potency. И Кришна тоже оказывается во власти этой энергии наслаждения. Поэтому, в виде манджари невозможно Кришну видеть отдельно без шримати-радхарани. Рады. 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 Если у вас есть класс, они могут быть классом. Может быть, какие-то слова, как Рады, как то есть эссенция, как то есть эссенция. Тамадар, спросил в прошлый раз, и вы сказали, что может быть, что может быть, что мы не то. Дамодар погружается в подробности, в детали. Мне нравятся его чувства и те подробности, которые он выделяет. Но кое-что я могу сказать, и Дамодар может это объяснить. Кришна – Верховная Личность Господа. И таким образом он находится в каждой частице Слово-творения, в каждом подвижном и неподвижном существе. Так ведь? Да, да. Радика – это энергия Кришны. А Радика – это энергия Кришны. Энергия Кришны – Рада. Энергия Кришна – Рада. Это означает, что не Кришна выше, а энергия Кришны выше. Да, да. Если Раду, то есть энергию наслаждения убрать от Кришны, то что станется от Кришны? Только Нараяна. Зеро. То есть, вы просто без Радики ничего нету. Да. Вы помните историю Гопа Кумара? Помните историю Гопа Кумара? Раде, раде. То есть, это прекрасно. Как много вы квалификаете. И я даю эту ответственность к Та-Модзару и вам. Вы можете получить больше деталей, чтобы сделать это вкусно. И поэтому я передаю вам эту ответственность. Погрузиться в подробности о том, как Шимати Радик является в сути всего. Я вам дал направление. А вы добудьте оттуда сок из этого направления, расу. Спасибо. Спасибо баба. Спасибо. Спасибо! This is a sweet Катка баба! Раде, раде. Я люблю тебя, Гурудаев, и мы очень любим тебя. I like so much when you say that Radhika is my God, that God is Radhika. I'm always meditating on your mood and I wish to start my bhajan one day by your blessing. She makes it easier our life. Before we worship Narayana, now we worship Narayana with Radhika. She makes it easier our life. Before we worship Narayana, now we worship Narayana. We worship Radhika. We worship Radhika Krishna. That is Radhika Nandana. It's Radhika Nandana. It's Radhika Nandana. Is it Radhika or not? Yes. Narayana was Barthaya. Narayana was Barthaya. God was there. Narayana. Narayana – это же Бог. Good. Amazon business was there. He was always giving me, asking. We are demanding. He is fulfilling me. He is offering Amazon businesses. I find it is amazing. I find it is mine. I find it. You can find it better than it is. The replaces are the works of Narayana. It has a good service. I find it. And I buy it. I find it. А сейчас я просто сбить с толку, как я могу у него заказывать, он же принадлежит Радике. И преданные говорят, нет, Кришна, теперь я не хочу ничего от тебя спросить, я хочу тебе дать. Да, там были неплохие прежние времена, но сейчас я влюбился, теперь я хочу давать. Поэтому мы забыли о том, чтобы просить у тебя, а теперь хотим просто давать тебе. Кришна, я помню, я в доме Гурадея, я хочу идти в бассейн, я хочу дать вам пару минут. Хорошо, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Я хочу помогать вам. Гурадея. Гурадая, Гурадая, ты слушаешь, ты очень хорошо. Она очень хорошо. Очень красивая. Она очень отличная. И она очень отличная. Гурадая. Гурадая говорит, что Гурадая, которая посвящается к Дай Кришне, она хорошая художница, и есть ее картины в цокольном помещении. Гурадая, Гурадая. Гурадая, Гурадая, Радея. Гурадая, Радея, Радея. Гурадая, Дамодаря, в свое время, но мне нужно несколько минут спуститься туда, в помещение, в цокольном помещении, включить канал для японских приносов. Гурадая говорит, я ничего не понимаю по-русски, но я могу чувствовать, когда вы говорите ваше настроение. И постепенно я пойму русский язык просто из-за ваших чувств, переживаний. Я рада, что вы знаете, и вы становитесь одной семьи. Я рада, что вы и Радан Ковинда. Я рада, что вы думаете, что вы, я рада, что вы, я рада мне, что вы, я рада мне. Я чувствую себя таким удачливым, горжусь тем, что я знаю вас, моя одна семья, насколько я правильно понял, и ваше безумие трансцендентное передается теперь моей дочери, Галильда Майхине, я очень радуюсь этому. Да, как безумие, мы можем ошибаться, но мы можем просто сесть вместе и быть счастливы от того, что будем просто делиться своим безумием, будем вместе плакать и смеяться. И наши зумы, международные зумы, которые мы проводим, это все одна большая семья, одна большая группа безумцев, которая бесполезна для твоего мира, они не интересуются Богом, их интересует только сожжение памяти. Я люблю тебя, папа, я люблю тебя, я прощаюсь, я прощаюсь, я прощаюсь, я люблю тебя. Город Чандра шутит, он говорит, что Гурдев не знает русского языка, то есть Russian, но он знает расу. Я тебя пока не отпущу, но дай мне еще одну минуту для того, чтобы мы закрепили подарок Гурдевы сегодняшний. Я бы просил всех обратить внимание на этот драгоценный подарок, который мы получили сегодня. И я хочу спросить всех, кто здесь, чтобы дать внимание на этот подарок, который мы получили сегодня. Медитировать на этот подарок, не торопиться, погружаться в его бесконечную живительную глубину. Я говорю о Камагайтре. О той части Камагайтре, которая говорит о нас. О той части, которая передает глубинную чувственность. Сладостная неполнота. Желанная неполноценность. Вечная желанная неполноценность. Вечная желанная неполноценность. A journal and so much desirable uncompleteness. Вот сюда бы я пригласил сейчас всех, кто присутствует в зуме. И теперь я могу тебя отпустить. Теперь я могу тебя отпустить. Приобретатель, который я получил? Назвлекатель, который я не могу помочь. Да, Матарушка, ну ты можешь, пока он бежит, два слова, продолжай, прошу, для них это будет как баджан, ты задал настроение, рады, рады. Да, я бы хотел, чтобы мы остановились, это очень важно, останавливаться, очень важно останавливаться, без остановки невозможно погрузиться туда, нужно остановиться, нужно сказать «стоп» и погрузиться вот в эту, не безмятежность, а даже не бессловесность, а невыразимость. Вот в эту невыразимость, в эту точку невыразимости, точку невозврата, точку невыразимости. И тогда проявятся детали, тогда начнут проявляться детали, а туда вход только через детали, только через концентрацию на деталях, потому что там детали завораживают тебя целиком, там детали завораживают тебя целиком и полностью. Я могу перевести пока. Чудесно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас Гурдев говорит, что твой голос хорошо слышен, ты можешь переводить Гавинда Мохини Я просто прошу прощения, мне не очень удобно переводить Если вы будете читать, у меня ничего нет Нет, мы не читаем, мы разговариваем Гавинда Мохини Вот у меня маленький вопрос, Рада Чиран Пока баба с нами Пусть Махараш скажет два слова, я знаю, но неинтересно Вот как Чавана, японская его, да, наша гуру Дэви для меня, наша гуру сестра Он говорил, что Чавана, вот эта японская преданная Она какое-то поменяла ему видение вот Гая Трим мантры Вот, ну, что она добавила в его понимание Вот ее, ее нектар, вот этой преданной Чаван Ну, это значит, чтоaus천 Гуру Дев говорит, что никто не дает, мне дает мой гуру Дев, но я ценю все, что говорят преданные, я ценю то, что они говорят, но получают своего Гуру Дева, вот так. То есть только Гуру Крипа? Понимаешь? Да, да. Ну все, Даматарушка, продолжай. Прошлый раз мы закончили чтение двадцать шестого стиха Радараса Суданиди, который называется «Градха сущность всего». Мы читали его, мы его читали целый месяц. И неторопливо погружались в каждый элемент. Не только стиха, но и комментариев. Мы не говорили, мы не говорили, мы не говорили, но и комментариев. Сначала объяснишь, значит, квинтэссенция. Квинтэссенция, значит, суть. Природа. Природа. Содержание. Содержание. В конечном счете. В конечном счете все. Как? Что? Природа. В конечном счете все есть преображение любви. И сегодня Гурадеф об этом говорил. Что если наше намерение сосредоточено на главном. В нашей стхайбаве. В нашей стхайбаве. В нашей стхайбаве. Что есть не просто отношение с Радикой, а ее чувствование. Будто ее сердце бьется в нашей груди. То в этом случае, в этом случае мы не будем видеть ничего, ничего не связанного с ней. Это йога будет легкой. И не нужно прилагать специальных усилий. И единственное усилие, которое нужно прилагать, это позволить себе быть. Быть тем, кто ты есть. Быть тем, кто ты есть. Всегда. Жить в этом настоящем. И жить в этом настоящем. А сегодня Гурадеф сказал об этом настоящем очень важную вещь. Эмоциональную составляющую этой вечности. Сладостная неполнота. Желанная неполноценность. Без Радхики я никто. Без Радхики я не хочу быть. Радхика моя жизнь. Радха моя душа. Радха. Туша моей души. Жизнь жизни моей. И я без нее никто. А она для меня все. А она для меня все. И мне всегда ее будет недоставать. Всегда. Вечно. Мне всегда ее будет мало. Это природная неполноценность. Слаще сладкого. Это природная неполноценность. Слаще сладкого. итак я снова прочитаю раз мы остановились снова остановились на этом стихе потому что гурдев хотела сказать несколько слов на прошлом зуме и мы начнем обсуждение то есть у кого есть какие-то мысли чувства могут смело высказываться высказывать их and if someone has some ideas some feelings now we can uh without any hesitation share it а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Радика, которая является единственной сущностью блаженства Радика, которая является единственной сущностью сострадания Радика, которая является единственной сущностью всех прекрасных форм Радика, которая является единственной сущностью искусности Радика, которая является единственной сущностью эротической игривости Радика и Радика, которая является единственной сущностью Радика, которая является единственной сущностью Радика, которая является единственной сущностью Одной строчке этого стиха достаточно на всю жизнь Радика, которая является единственной сущностью 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 зума нырнуть в обсуждение этой сладости является и 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 А в ответ тишина. Ведь так кто-то изгородился из боя. Изумительно, Дамодар, спасибо, спасибо. Давай тогда с тебя и начнем. Давай с тебя, Артхагавин. А что вы от меня ждете? Любого комментария по поводу всех этих сущностей, о которых речь в этом стихе. Здесь объясняется технология. Технология того, как погрузить ум в созерцание. Поэтому он начинается с этой строчки. Мой ум полностью погружен в Шри Радхан. А потом объясняется почему. Потому что Радхика является сущностью всей изящности. Мой ум полностью погружен в Шри Радху, потому что она является единственной сущностью блаженства. Мой ум полностью погружен в Шри Радху, потому что она является сущностью страдания. Мой ум полностью погружен в Шри Радху, потому что она является сущностью всей сладкой лучезарности. Мой ум полностью погружен в Шри Радху, потому что она является сущностью всех прекрасных форм. Мой ум полностью погружен в Шри Радху, потому что она является сущностью всей искусности. И мой ум полностью погружен в Шри Радху, потому что она является сущностью всей эротической игривости. И мой ум полностью погружен в Шри Радху, потому что она является сущностью всей эротической игривости. Абсолютно нерелигиозное послание. Месседжение полностью нерелигиозное. Здесь все, все формы, все вкусы, все виды отношений. Здесь не исключается ни-чи-го. И на одном из зумов мы обсуждали именно это. Как так? Религиозный разум не способен принять, концептуальный разум не способен принять это. Религиозный разум не способен принять Радху. Религиозный разум не способен принять Радху. И это такое, что он исключает из всего практически все. Все это, все вот здесь, никак не связано с Радхой. Радха отдельно, этот мир отдельно. Рада is separate, this world is separate. Я отдельно. And I am separate. Мои враги отдельно. Мои родственники отдельно. Это признак как раз, признак религиозного ума, признак концептуального ума. И мы должны похоронить его. Похоронить так, чтобы не осталось могилы. Чтобы не было желания принести цветы. Такой способ, что кто-то увидит и думает, что это было очень приятно, я приведу его. Матар, у меня есть вопрос. Подожди, баба. Можно поставить обелиск? Ладно, давай. Я к этому не хочу, я к этому и иду, чтобы все включались в процесс. Я тебя нисколько не отрываю, не увожу. Вот эта сущность. Можно сравнить, вот знаешь, как для меня, как для маленькой девочки. Вот волна, вот эта вот определенная изящность, раса, блажевство, страдание. Вот это возьмем какое-то одно. И то есть вот, если ее представить, вот эту, как волну, помнишь, вот это, когда Кришна ощущает, что до луны. И можно вот это состояние сущности, что рада, рада это сущность, что она еще находится. Мало того, что вот такое, да, вот такая либо изящность, либо раса, либо бхава, что она еще на пике, вот на высоте. Она как серф, да, летит, чтобы отдать эту любовь Кришне. Либо, либо это, знаешь, как вот еще, ну вот у меня ассоциация, как будто бы комнату, знаешь, вот водородом, да, я на кислородной станции работал. Вот если накачать, да, он есть там, но чтобы это еще и взорвало. Вот, вот это рада. Она еще и взорвана, или вселенная взрывается. И вот это сущность. Радоговина, пожалуйста, позволь я перевести грунт от твоей оции. Позволь я перевести грунт от твоей оции. Радоговина, это с ним рада. Правильно? Сейчас Роман full of oxygen, but it's explosion. Лене, where's this Radha? Ананта Дазбабаджи в этой книге, которую мы сейчас читаем, даёт не просто рекомендации и не просто просьбу, а даёт настойчивый приказ. Что нужно делать? К этому стиху он говорит это, да? Нет, 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 нет. Там 88 стих, там целый ряд стихов, которые об этом говорят. Я понял, я понял. Ананта Дазбаба, в его комментариях в его книге «Ширада, Раса, Суданинги» он не только дает предложение, но и дает правильность, но и дает правильность, которые вы не могли бы избавиться. Да, чтобы вышесказанное стало нашей жизнью. Он рекомендует единственный метод, не какой-то из многих, а единственный. И Гурдев сегодня о нём уже говорил. Это метод присвоения. Это метод присвоения. Чувств. When they accept the feelings of someone and make it as our own. То есть, другими словами, когда Прабаданда говорит «Мой ум». Мы должны это присваивать себе. In this moment, when I'm hearing this, I think in my mind. Это мой ум. This is my mind. Не какой-нибудь там, а мой ум. Not mind of ours. No. My mind. Это мои чувства. This is my feelings. Это мои восхищения. Это как будто бы я сказал. This is my amazing. This is like I telling this. It's my words. И когда эта вера проникнет в аниму. And then this faith will come inside of anima. Тамадар, а что такое анима? Анима – это атма. Анима means атма. Soul. Тогда в этом случае мы непосредственно ощутим это присутствие. Then these feelings will come inside of our soul. Then we will feel the presence. The presence of everything. Мы будем жить в непосредственном… Мы будем жить в сказочном мире. Then we will live in the magic world. В сказочном мире ее чувств. And the word of… Fairy word of her feelings. В желанном чувств кинкари. In the desirable feelings of кинкари. Кинкари. И здесь не требуется других методов для того, чтобы осознать это. And no need other methods to realize it. Почему этот метод очень эффективен? Why this method is so effective? Потому что он работает на фундаменте. На фундаменте нашей вечности. На фундаменте нашей вечности. Это чувство. And the platform or foundation of our eternal is feeling. Сознание небесчувственно. Consciousness couldn't be without feeling. Сознание и есть чувство. Consciousness is feeling. И когда мы соединяем эти чувства с чувствами манджари. And then we are connecting, making yoga our feelings with feelings of манджари. Мы узнаем эти чувства в себе. Then we will recognize the same feeling in ourselves. These feelings. Oh, this feeling is mine. То, что делается на фундаменте, распространяется на весь объем жизни. That what is deed on the platform, on foundation, will spread on all life. На наше бесконечное прошлое. На наше бесконечное прошлое. На наше бесконечное будущее. На все глубины нашего бытия. На все глубины нашего бытия. Поэтому мы не работаем с периферией. Я не знаю, как перейти периферия. External, внешняя. Да, внешняя, периферия. What if I'm not working with external things? Но по тому, что происходит на периферии, мы делаем выводы. Потому что происходит на периферии, мы делаем выводы о том, что происходит внутри, в ядре нашей Личности. И если мой ум действительно погружен в Шри Радху, то я ничего, кроме Шри Радхи, видеть не могу. Я ничего не способен видеть, кроме Шри Радхи. Потому что Радхи является сущностью меня. Это крайне важный вывод. Понять, что Радхи есть сущность всего, можно только одним, единственным образом. И это единственный способ таков. И этот метод, только один метод, это Радхи есть сущность меня. Радхи есть сущность меня. Моя сущность. Она моя сущность. Да, Шри Радхи. Моя сущность. Здравствуйте. Суниджи, я хочу прерывать тебя на секунду. Да, хорошо. Один герман депутат, который Гурдив знает очень хорошо, он в хоспитале. И я должен информировать Гурдив о том, что вы можете обратить телефон к вам? Суниджи, я не могу. Суниджи, я не смогу. Потому что он умер. Сейчас программа находится в Альтаре. Один герман депутат. Один герман депутат. Он умер. Он умер. И теперь он умер. Окей. Пожалуйста, скажите Гурдив о том, когда он может. Суниджи, это лучше, если вы мне звоните на WhatsApp. Я попробую, но... Как сказать? Нет проблем. Нет проблем. Sorry for interrupting. Рады. Нет проблем. Рады, извините. Поэтому, если мы не осознаем, что Радыка есть сущность меня... Если мы не пускаем Радыку вглубь собственного сердца... Если мы не пытаемся обнаружить ее там... То мы не обнаружим ее нигде. То мы не обнаружим ее нигде. И это страшно. Религиозность — это страшно. Религиозность — это очень тяжелое препятствие. Поэтому единственное и главное послание сегодняшнего дня... ... What is why the single and most important message for present days... Хотя бы допустить... Хотя бы допустить... Хотя бы допустить, что Радыка есть сущность меня... И пусть это кажется невозможным. Пусть разум сопротивляется. Пусть ум хохочет. Пусть ум хохочет. Пусть плюется в нас. Пусть. He can... How to say... Speak, speak, speak at us. Speak on us. And love. Что он хохочет, что он не хочет, а пусть ум делает хохочет, то есть он смехается. Let the mind laugh at us and speak at us. Пусть. Пусть. Но мы не разум, мы не ум, мы чистое намерение, и мы управляем этим процессом. И нам нужно допустить, что нашей сущностью является Радха. And we need to allow what the essence of our soul is Rada. Дамадарджи, это означает, что доверься своему сердцу. Да, да, да. Воль, радость, все придет, понимание. And when this sweetness of personified will call in us, then all feelings will come to us. And Ananda Das Babaji говорит, что достаточно только одного вот этого. Для совершенства достаточно только одного вот этого. And Ananda Das Baba is telling, for reaching perfection, this is enough. Для достижения всех невероятных, невозможных результатов. Достаточно жить в этой неполноценности. Которые живет в Кинкаре. Которые живет в Кинкаре. Помнить, что я Кинкаре из Шримати Радхики. Always remember, I am Кинкаре из Шримати Радхики. А помнить это значит нуждаться. And remember means need. Жить в этой нужде. Always live in this need. Жить в этой неполноте. To live in this incompleteness. Жить в этой неполноценности. Говенда Махини, я не знаю, как неполноценность. Могу перевести их к несовершенству? Мне приходит на ум unable or uncapability. Uncapability. To live in this inability. И благодаря этой неполноценности мы можем достичь всего. And by this incapability we can reach everything. Этому чувству. By this feeling. Присвоению этого чувства к себе. Just by making this feeling as my own. И Баба настойчиво рекомендует этот процесс в этой книге, которую мы читаем. Он предлагает ему как единственный. Рады, рады. Рады, рады. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Просто присутствие совершенного очень сложно говорить. Это то, что ты сказал. Поверь в свое сердце. Я допускаю. Я допускаю. Но чтобы это допустить, мне нужно немножко, так сказать, условия. Пока еще это растет во мне. Я хочу добавить что-то. И я говорил к Дамодару, что я хотел бы поделиться. Я хотел бы поделиться, когда он спросил. Но перед моим Гурадеевом я хотел бы сделать. Даже я знаю, как Дамодар говорил, что это рада. Это моя essence. Однажды это поделился со мной этим объяснением. Поделился со мной Андака. И я его присвоил себе, потому что я разделяю его полностью. Я слышал эту объяснение от моего Андака. И я полностью согласен. Он сказал, что когда Сачанан Насвами согласил саньясу, он вернулся в Европу. И Девортизи его посвятил. Однажды, когда он вернулся после получения саньясы, Сачанан Насвами вернулся в Европу, вокруг него собрались преданные. И он сказал, что он ответил им. Теперь вы можете выбрать, как вы хотите увидеть мир. Как результат вашего карма. Это означает, что все, что происходит в вашей жизни, и что будет происходить в вашей жизни. Это просто результат вашего карма. Или это просто смерть вашего Иштадевата. И он обратился к преднему и сказал, что сейчас вы можете выбрать, как видеть мир, как результат вашего кармы, или как милость вашего Иштадевата. Если вы выбираете карму, то это отдаляет вас от Иштадевата. Но если вы все, что с вами происходит, все, без исключения, принимаете как милость Иштадевата, то вы будете постановить с ней. Вот это меня очень воодушевляет. Все, что происходит. Да. И радость, и наслаждение, и боль, плащ. Все. Да. Она, как сказано было сегодня, она окружает полностью меня со всех сторон. Я внутри нее настолько тесно связан с ней. И расту в ней благодаря ее чувствам. И она, как мы слышим сегодня, она вокруг меня, из всех сторон. И я расту в ней в ней с ней здоровыми чувствами. Просто много, много, что здесь происходит со мной. Я просто вижу, как это все связано с Шимати Раджикой. И все. Все связано с ней. Тут ничего не происходит без нее. Когда я стою здесь, каждый день я вижу, как все, что происходит здесь, происходит из-за ее сладости воли. Может, вы знаете, один депутат из Германии, Махабава. Она нарисовала картину, как она видит Мун Германдир. На этой картине разными цветами нарисованы потоки, потоки по-разному закрученные. В этой картине вы увидите много, много флот, которые в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону. И она сказала мне, это все мило с Шимати Раджикой, как она здесь протекает повсюду разными способами. Она мне показала эту картину и говорит, что ты здесь видишь? Я говорю, вижу потоки. Все. Не понимаю, но потоки вижу. Она говорит, да, это потоки милости. Матератики здесь кругом. Здесь нет ничего, кроме ее милости. Ничего. Рады. Рады.